Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня по изображению. Штребух! Всем привет, с вами Штребух, и это мой свежий обзор находочек из помойки. На улице дует сильный ветер, но это мне не помешает порекомендовать вам канал Антиквар ТМ. Автор канала закупается на барахолке старинными вещами, а потом их перепродает и зарабатывает огромные деньги. Он, кстати, учит зарабатывать своих подписчиков. Заходите на его канал по ссылочке в описании, там вы найдете огромное количество крутых видосов. На барахолке найти можно очень ценные вещи. Он, к примеру, недавно на барахолке купил часы за полторы тысячи рублей, а перепродал их за пять тысяч долларов. Ребят, я просто охренел, это реально жесть. И он может именно вас научить так же зарабатывать. Так что залетайте по ссылочке, прицените контент, ведь он реально офигенный. Антиквар эксперт в своем деле, и он реально крутой чувак, ребят. Я с ним общаюсь, и, кстати, скоро он меня тоже прорекламирует. Поэтому поддержите меня и его, подпиской на его канал и лайком под его видосик, который я прикрепил в описании. Ну что ж, не буду медлить, начинаем обозревать то, что я нашел в помоечках. А я пока могу даже залутать вот эту помоечку. И, кстати, в этом видео я разыграю четвертый айфон. Чтобы его выиграть, нужно досмотреть видео до конца. Там все скажу. Был найден неплохой пылесос, такой небольшой. Но, к сожалению, вот эта хрень на нем не держится. Нет фиксатора, он отломался. Его не починить, поэтому придется разобрать на металл. Сейчас отрежем этот медный кабель и, по-моему, опалим медяшку. Помойка дарит медные кабеля и электродвижки на металл. А еще был найден полностью новый зонтик в коробке от бренда Планет. Офигеть! Даже есть чехол. Зонт красного цвета и продастся на барахолке рублей за 100. Актуальная для дождливого Питера находка. Помойка дарит новые зонтики. Был найден рабочий, но старый смартфон. Samsung Galaxy J1. Сзади нет крышки и батарея держится на скотче. Изначально телефон был без батареи задней крышки. Я батарею подобрал из своих запасов и прикрепил ее на скотч, потому что она не идеально подходит. Зато с телефоном нашел чехол. Чехол, кстати, неплохой такой. Ну и телефон, в принципе, тоже неплохой. Мне нравится экран тут офигенный. Сенсор работает. Телефон 2016 года выпуска. Версия Android 5.1.1. Даже несмотря на битый экран, телефоном можно смело пользоваться. Продам этот телефон на Авито. Возможно, в таком состоянии его кто-то купит. В принципе, найти где-то заднюю крышку и можно с ним ходить. Помойка дарит пусть и ушатанные в хлам телефоны, но иногда рабочие. Нифига себе, тут виджет у погоды такой прикольный. И тема стоит интересная. В нем даже есть две фотографии. Но, к сожалению, игр я никаких не вижу. Также был найден пульт от квадрокоптера от бренда Zuma. Пульт в хорошем внешнем состоянии. Скорее всего, рабочий. Батареек в нем нет. Вот здесь есть крепление для смартфона. Это по-любому пульт от какого-то бюджетного квадрокоптера. Возможно, его кто-то купит на барахолке. Также есть автомобильный антирадар. Не знаю, рабочий или нет, но, скорее всего, рабочий. Потому что их что-то в последнее время часто выкидывают. Скорее всего, подобные устройства уже устарели и не спасают от радаров. Я даже не знаю, ребят. Если у вас есть машины и стоят подобные штуки в тачках, напишите, пожалуйста, в комментариях, работает ли эта хрень или нет. Ну, типа, спасает она от нарушений скорости или нет. Также есть джойстик от Sony PlayStation. Внешнее состояние нужно помыть. Джойстик DualShock 3. Скорее всего, он даже оригинальный. Но, как вы видите, его кто-то бросил об пол и разбил. Возможно, он даже рабочий. Продам на барахолке за копейки. Также, скорее всего, есть новая батарея от айфона. Как видите, она даже в упаковке. Но батарея подзарыганная, грязная. Нужно просто отмыть. Оставлю себе, возможно, она рабочая и в будущем пригодится. Также есть два старых и ушатанных в хлам смартфона. Первый LG. Посмотрите на него. Как будто им бомжи какие-то пользовались. Батареи в нем внутри нет. И, скорее всего, он не рабочий. А еще есть вот такой LG. Со стертыми кнопками. С трещиной на экране. И с отсутствующей батареей. Но зато он на две сим-карты. Подобные телефоны я коплю, складываю. И, возможно, в будущем кто-то у меня их купит. Был найден Samsung Galaxy S4. Но с разбитым экраном. И в разобранном состоянии. С него кто-то даже камеру снял. Но плата вроде бы целая. Поэтому продам на запчасти. Вместе с телефоном была задняя крышка. Еще одна дополнительная. И даже был чехол Powerbank. Рабочий. Продам это все на Авито за три сотки. Был найден неплохой фотоаппарат от бренда Nikon. Модель F60. С объективом, ребят. Объектив на 28-80 миллиметров. Под стеклом даже пыли нет. И ни единой царапины. Объектив абсолютно целый. Как снаружи, так и внутри. Посмотрите. Офигеть, да? Даже на матрице почти нет пылинок. Но больше всего меня удивило то, что этот фотоаппарат полностью рабочий. В нем даже есть заряженные аккумуляторы. Офигеть. Автофокусировка даже работает. Интересно, а внутри есть пленка? Блин, пленки внутри нет. Но ничего страшного. На самом деле, такие фотоаппараты на Авито ценятся. Я посмотрел. Подобный фотоаппарат продают с таким же объективом за 4 тысячи рублей. Кто-то даже за 6 тысяч такой фотик продает. Но я этот фотик продам за 3 тысячи. Крутой фотик для любителей пленочной фотографии. Братва. Это очень круто. Помойка в последнее время балует крутыми находками. А вот это просто пушечная находка, ребят. Фотоаппарат Zenit. Модель ET. С объективом Helios 44.2. С рабочей вспышкой, которая работает от сети 220 вольт. И даже с чехлом кожаным. Фотик, скорее всего, рабочий. Здесь даже есть таймер. Подобный объектив, кстати, можно поставить на любую современную камеру через специальный переходник, который стоит копейки. Объектив мануальный. Фокусировка производится с помощью крутения вот этой херни. В общем, ребят, это по-настоящему крутая находка. Продам этот фотик на Авито примерно за 2500 рублей. Помойка радует, как обычно, крутыми находками. Любители старых фотоаппаратов разорвут этот фотик на Авито просто со свистом. И улетит, скорее всего, он быстро. Блин, капец. Как же это круто находить подобные вещи. Немного винтажа. Нашел старый проектор, с помощью которого можно просматривать вот такие пленки. Проектор очень старый и рабочий. Тут, в принципе, ломаться нечему. Там внутри просто лампочка стоит. Светит просто изумительно. И, как вы могли заметить, этот проектор в виде танка. Стоит подобные на Авито 1000 рублей. Но я продам за 700. А называется эта штука электромет. И сделана она в СССР. Блин, вы даже посмотрите. Тут есть какие-то картинки. Какая-то история про рыбака. Там даже снизу написан какой-то текст. Прикольно. Блин, как же это круто, ребят. Все-таки старые вещи обладают какой-то магией. А вот это уже по-настоящему крутая и ностальгическая находка. PSP в чехле. Первый раз, кстати, нахожу PSP в чехле. А PSP, ну, это уже, наверное, пятая PSP, которую я в помойке нахожу. И в комплекте с ней даже был оригинальный блок питания. Это реально редкость. PSP-шка вроде бы как работает, индикация горит. Но она почему-то сейчас не запускается. Хотя, когда я ее первый раз подключил, запустил, она работала. Но сейчас почему-то не включается. Очень странно на самом деле. Возможно, у нее слетела прошивка. Состояние PSP-шки хорошее. Нет, в принципе, никаких сколов. Батарея в комплекте. Флешки в ней не было. Но это, в принципе, не критично. Самое главное, что она включалась. Экран у нее работает. Кнопки я не успел проверить. Но так в меню ориентировался. Вроде бы все работает. Продам эту PSP-шку за 1000 рублей. Или прошью и продам дороже. Помоечка дарит PSP-шечку. Офигеть. Кстати, на такой PSP-шке можно играть в GTA San Andreas. В Tekken. И еще во множество игр. Когда перепрошью, выставлю ее на Авито. Ссылочка на мой аккаунт на Авито есть в описании. Люди заелись просто капитально. Первый раз в жизни нахожу подобный Xbox. Это супер старый и один из самых первых Xbox. В комплекте с ним даже был провод подключения Xbox к телевизору. Ушатанный, но скорее всего рабочий джойстик. И еще вот такая вот хрень непонятная. Скорее всего, икпорт приемник. Самое интересное, что Xbox работает. Внутри что-то там крутится. Скорее всего, жесткий диск. Дисковод почему-то не открывается. И Xbox этот, к сожалению, я не могу проверить. Потому что у меня нет вот такого телевизора, куда можно воткнуть вот эти вот колокольчики. Представляете? У меня есть вот такой старый телек. Но он, к сожалению, не работает. Очень обидно. Xbox к нему бы можно было бы подключить. Но телек не рабочий. Капец. Да и в принципе это не нужно. Потому что этот Xbox я уже выставил на Авито. И на днях мне надо будет его отправить через Авито доставку. Я его продал за 1800 рублей. Кстати, передняя крышка у него снимается. И тут можно увидеть древний дисковод и жесткий диск. Который кто-то уже пытался разобрать. Интересно, он вообще рабочий или нет. Да и в принципе было бы круто потестировать этот Xbox. Возможно он даже рабочий. Но, к сожалению, нет телека. И это очень обидно. Я никогда в жизни на таком старом Xbox не играл. Скорее всего, если жесткий диск разбирали, он возможно не рабочий. Но это в принципе не проблема. Жесткий диск можно заменить. Главное, чтобы все элементы на плате работали. Помойка, к сожалению, не укомплектовала этот Xbox с телевизором. Поэтому на этой грустной ноте я вам скажу то, что я его продам со слезами на глазах. Потому что очень бы хотелось на нем поиграть. Но я не знаю вообще, когда я найду телевизор нормальный, рабочий. А еще помоечка порадовала двумя планками оперативки DDR3. Со скоростью 1333 МГц. В общем количестве здесь 3 ГБ оперативки. Продам эту оперативку за 500 рублей. Она скорее всего по-любому рабочая. Также я нашел, ребятки, зипу. Представляете? И скорее всего она оригинальная. Сделана в Америке. Состояние у нее, конечно, плачевное. Ее нужно заправить. Ах, внутри очень приятно пахнет керосином. Продам эту зипу на барахолке рублей за 400. А еще было найдено крутое зеркало с подсветкой в коробочке. Вот что-то оно грязное. Сейчас я его протру. У меня для этих целей есть специальное средство. И вуаля! Зеркало абсолютно чистое. Правда здесь есть небольшие коцки. Самое прикольное, что в зеркале есть вот здесь светодиодная подсветка, которая включается с помощью сенсорной кнопки. И это супер круто для макияжа. Поэтому подарю это зеркало своей девушке. Я думаю, оно ей очень понравится. Помойка дарит полезные находки для дома. Один из моих подписчиков, можно сказать, коллеги по мусорному делу, потому что он так же, как и я, роется в помойках, подогнал мне два больших пакета, набитых электроникой. Кстати, вы уже с ним по-любому знакомы, потому что вместе с ним я дегустировал еду из помойки. Подписчика зовут Кирилл, и ссылочка на его канал будет в описании. Подписан на ютубе, как Кирилл Мосс. Он так же, как и я, живет в Питере и роется в помойках. И ищет там находочки. Находит, бывают, крутые находки. Можете залететь на его канал и посмотреть. Ну а теперь приступим к обзору того, что он мне подарил. Пакеты, кстати, очень тяжелые. Как будто там одни телефоны лежат. Я просто в шоке от такого огромного количества электроники. Мне никогда такую сочную посылку никто не присылал. Кирилл, спасибо тебе огромное. Это просто жир. Я в шоке, ребят. Представляете, сколько он это собирал на помойках. Мне интересно, почему Кирилл это не продавал на Авито. Здесь же огромное количество денег лежит. Ну приступим к обзору. Во-первых, есть вот такие очки от бренда Polaroid. И, кстати, они даже оригинальные. Но они розовые, женские. Но зато в чехле и с тряпочкой. Так же есть вот такой блокнот. Он абсолютно новый. Есть игра для PlayStation. Вот такая непонятная хрень. Я вообще без понятия, что это такое. Скорее всего, это часы. Электронная стена для робота-пылесоса. Абсолютно новая. Так же есть куча различных блоков питания. И даже утюжок для волос. Какие-то китайские наушники. Очень, кстати, легкие. USB джойстик для компьютера. От бренда Logitech. Грязноватый, конечно. Нужно отмыть. Разобранный Powerbank CD-плеер, ребят. Очень давно такие плееры находил. Это, можно сказать, ралитет. Очень редкая вещица. Зацените, какая оперативка. Как круто выглядит. Жалко, что DDR2 на 1 гигабайт. Была бы DDR3, было бы вообще круто. И еще огромное количество оперативки. Но старый. Тут DDR1, DDR2. Оригинальный 2,5-амперный блочок от Xeolomy. Еще один 2-амперный блок питания. И еще оригинальный блок питания от Apple. И вот такой суперкрутой блок питания на 4 USB-шки. Нужно к нему будет подключить переходник и пользоваться. Здесь, скорее всего, сенсорная кнопка включения. Капец, очень крутая вещь. Мне вот этот блок питания очень сильно пригодится. И зацените, какое большое количество телефонов. Вот это просто легенда. Неубиваемый телефон. Nokia 3310. Жалко, что в комплекте нет батареи. Скорее всего, этот телефон полностью рабочий. В нем, в принципе, и ломаться нечему. Ведь это настоящий орехокол. И сейчас я вам это докажу. Какой орешек. Очень вкусненький. Сейчас белый орех вот этой стороной. И она абсолютно целая. Нет ни единой трещины. Так что, ребят, запомните. Этим телефоном можно колоть орехи и даже забивать гвозди. Еще вот смотрите, какая Моторола интересная. Это реально ралитет. Я думаю, подобная Моторола на Авито стоит в районе 2000 рублей. Нужно будет только под нее подобрать зарядку. Надеюсь, аккумулятор живой. И вообще, в целом, надеюсь, что она рабочая. Также есть еще вот такая Нокия. Вот такой, кстати, интересный коммутатор от бренда HTC. Но, к сожалению, он без батареи. А еще есть вот такая Нокия. Тоже очень старая. Состояние у этой Нокии просто отличное. Очень хорошо сохранилось для своих лет. Я думаю, эту Нокию тоже, возможно, какие-то коллекционеры купят. А еще есть вот такой крутой слайдер от бренда Samsung. Вы посмотрите на его состояние. Оно просто офигенное. И раскраска у него реально крутая. Очень приятно его раскрывать. Возможно, кто-то из вас даже никогда этого чувства не испытывал. Вместе с этим слайдером даже есть чехол. А еще есть вот такой прикольный грузовик. Скорее всего, родом из Советского Союза. Так же, как и эта копейка. Или нет, это не копейка. Я не знаю, что это. Да, сделано в СССР. Также есть вот такой неплохой Samsung на Android. Но битый экран. Скорее всего, в Samsung в этом сенсор работать не будет. Здесь огромное количество электроники, которую нужно будет проверять. Если я буду сейчас это все делать, видос затянется на 2 часа. Поэтому обязательно все проверю. А то, что будет работать, буду вложить в сюрприз боксы. А вот это уже, ребят, настоящая пушечка. Я точно такой же проектор находил в помоечке. У меня дома абсолютно такой же лежит проектор. Полностью рабочий. Этот тоже рабочий. Это супер крутая штучка. Подобный проектор можно подключить через HDMI к компьютеру. И смотреть на стене мультфильмы или фильмы. Качество картинки, конечно, не особо крутое. Потому что это один из самых бюджетных проекторов на Алиэкспрессе. Но, в принципе, этот проектор пользуется хорошей популярностью. Он неплохой. Как видите, в комплекте даже есть документы, пульт, блок питания, все провода. Даже есть вот эти ножки. Да, этот проектор можно прикрутить к штативу. Охренеть, Кирюха, огромный тебе респект. Скорее всего, этот проектор я подключу в гараже и буду использовать. Ну или положу в сюрприз бокс. Также есть еще вот такой вот фотоаппарат Canon. Ну, это уже старая штучка. Сейчас телефоны лучше снимаю, чем этот фотик. А еще есть две машинки. А еще есть вот такой интересный кастет в форме головы льва или кошки. Смотрится довольно-таки устрашающе. А вот это уже крутейшие часы. Вы посмотрите, ребята, они абсолютно новые, запечатанные были. Часы от бренда Круиз Клаб. Вот эта штучка в них даже крутится. Ну, состояние просто идеальное, они абсолютно новые. Кстати, ребят, как вы думаете, какие именно мне часы оставить себе? А какие положить сюрприз бокс? Пишите ваше мнение в комментариях. А еще есть ушатанные часы от бренда Михаэль Корс. Возможно, даже оригинальные. Но, как вы видите, секундная стрелка в них отлетела. Ну и состояние ремешка не особо хорошее. Но, в принципе, секундную стрелку можно починить и пользоваться ими. Также еще есть вот такие залупные часики. Крышка от Хуяоми. Крышка от Ксиоми. Скорее всего, рабочий, но очень старый планшет Престижио. Модель будет на экране. Лоджик, представляете, это типа вейп. И, скорее всего, рабочий. В коробочке, ребят. Вот такой вот пауэрбанк с фонариком на 12 тысяч миллиампер часов. И еще один пауэрбанк от бренда Самсунг на 20 тысяч миллиампер часов. Также есть большая кучка AirPods. И, возможно, какие-то из них будут рабочими. Нужно будет все проверять. Рабочий смартфон HTC. Кстати, им кто-то пользовался по-любому. Здесь даже есть чья-то страница ВКонтакте. Кто именно пользовался этим смартфоном, я вам не буду показывать, чтобы не палить его страниц. Самое интересное, это то, что он забыл выйти с контакта. Но смартфон, в принципе, неплохой. Сенсор рабочий. Этим телефоном все еще можно пользоваться. А еще есть вот такой USB телефон. Капец, вот эта штучка интересная. Правда, я не знаю, зачем его использовать, если только лишь для какого-нибудь Телеграма, Вайбера или Скайпа. Нереально прикольная хрень. Ну а теперь я вам покажу самое, походу, крутое, что здесь есть. Это вот такой смартфон от бренда Xiaomi. Или Mi Ai, хрен его знает. Написано здесь, что скучно кому-то было. Телефон в ушатанном состоянии, возможно, даже рабочий. Нужно проверять. Но самое крутое, ребят, что больше всего мне понравилось, это вот этот iPhone. Это iPhone 4 с разбитым экраном, но, кстати, он рабочий. И сенсор работает просто изумительно. Самое интересное, ребят, то, что этот iPhone без iCloud. Я просто охренел, когда это увидел. Кстати, батарея в нем держит просто изумительно. Потому что эту посылку мне подписчик передал примерно неделю назад. А телефон все это время был включен и до сих пор не сел. Да, 4 iPhone это легендарный, ребят, реально iPhone. Потому что он очень круто выполнен. Сборка тут просто офигенная. Он металлический, такой тяжелый, брутальный. И этот звук... Просто непередаваемый. Обидно то, что этот звук убрали в следующих iPhone. Скорее всего, этим iPhone я пользоваться не буду. Потому что для связи, для авито у меня уже есть iPhone 5. Который вообще абсолютно новый. В идеальном состоянии. С чехлом от Сваровски. Чехольчик, кстати, был найден в помоечке. И он оригинальный. Очень красивый. А этот iPhone в коробке. Абсолютно новый. В идеальном состоянии. Мне подарил подписчик. Короче, ребят, меня просто завалили подарками. Ребят, у меня для вас сюрприз. Я решил этот iPhone разыграть. Потому что мне он не нужен. Разыграю этот iPhone среди тех, кто подпишется на мой аккаунт на Авито. Поставит лайк под это видео. И напишет креативный комментарий. Итоги розыгрыша подведем примерно через недельки-две. Ребят, самое главное, не забудьте поставить лайк и написать комментарий под видосом. А вместе с комментарием еще прикрепите ссылочку на свою соцсеть. Чтобы я мог с вами связаться. Я думаю, кому-то из вас этот iPhone очень сильно пригодится. Ну а тебе, Кирилл, огромное просто спасибо за такую мощную посылочку. Ссылочка, кстати, ребят, на его канал будет в описании. И, кстати, стоп. Я вам забыл еще вот этот фотик показать. Он был даже в чехле. Вы посмотрите, это самый крутой фотик среди тех, что он мне подарил. Потому что он более-менее современный. И к нему даже можно подключить вспышку. Положу этот фотик в сюрприз бокс. Ну а вы не забывайте, ребят, что ссылочка на канал Кирилла, который все это нашел в помоечках, будет в описании. Поддержите его подпиской и лайком под его последний видос. Ну а я самые крутые вещи, которые он мне подарил, буду уложить в сюрприз боксы. А все то, что не работает, улетит на барахолке. Я просто в шоке от такого большого количества подарков. Самый крутой зеркальный фотоаппарат, который я когда-либо находил в помойках. И вы посмотрите, он вот в такой сумочке. Она абсолютно целая. Пыльная, нужно постирать. Итак, внимание, ребят, вы сейчас офигеете. Фотоаппарат от бренда Lumix. Модель фотика на экране. Состояние у него, конечно, плачевное. Но, скорее всего, он рабочий. Объектив Lumix 1442, китовый, по-любому рабочий. В объективе-то и ломаться нечем. Почитал в интернете, в этом объективе даже есть электронная стабилизация. Объектив прямо сейчас продам за 3000 рублей. Вы посмотрите, на линзе даже нет ни единой царапины. И пыли тоже нет. Объектив в идеальном состоянии. В комплекте с фотиком даже есть крышка для объектива. Это беззеркальная камера, как видите. Зеркала тут нет. Подобная тушка на Авито стоит примерно полторы-две тысячи рублей. Это, в целом, крутой фотоаппарат с откидным экраном. Проверить я его не могу, у меня нет зарядки. Тут, кстати, даже аккумулятор в комплекте. Да, когда этот фотик нашел, я реально офигел. В принципе, крутилки все работают. Я в шоке, ребят. Помойка дарит. Офигенный фотоаппарат. Тушку без объектива продам за полторы тысячи. Но объектив прямо сейчас улетит за три тысячи. Вот даже приготовил человеку пакетик. И, кстати, вот эта фотосумка тоже неплохая. Стоит она примерно рублей 250-300 на Авито. Ой, как же я люблю помойку. Помойка дарит. Крутые находки. И еще дарит денюжки. Нашел неплохой ноутбук от бренда HP. Модель HP Pavilion G7. С огромнейшим экраном. И это самая большая диагональ дисплеев у ноутбуков. Но не обошлось без косяков. Здесь разбитая в хлам матрица. Как будто кто-то со всей дури кулаком ударил. И задняя крышка, как видите, держится на соплях. Ну а так, в целом, корпус у ноутбука в нормальном состоянии. Не особо затерт. Клавиши не стерлись. Все кнопки нажимаются. Крышка, в принципе, тоже не особо сильно поцарапана. Это, кстати, более-менее современный ноутбук. Здесь даже есть HDMI-вход. В нем даже есть два динамика. Просто сказка. Модель ноутбука G7-1101ER. Батареи нет в комплекте. Также нет в комплекте оперативки и жесткого диска. А оперативки нет, потому что я ее снял и отдельно уже продал за 800 рублей. Здесь стояла одна планка оперативки на 4 гига. Я уверен на все 100%, что ноутбук по-любому рабочий. Просто разбили экран и в итоге выкинули. По идее, если к ноутбуку подключить внешний монитор через HDMI, ноутбук заработает. Но, к сожалению, я не смог найти подходящий штекер, чтобы его запитать и проверить. И, кстати, этот ноутбук у меня уже купили за 1400 рублей через авито доставку. Возможно, у кого-то есть точно такой же ноутбук со сгоревшей платой. Этот человек купит ноут, перекинет плату и его ноутбук заработает. Помойка радует, но в то же время обламывает. Частенько нахожу разбитые ноутбуки. Но зато их можно всегда и с большой скоростью продать на авито на запчасти. Был найден старый кассетный магнитофон для машины. Я бы его, конечно, поставил себе, но в нем даже нет аукса, поэтому он мне вообще не нужен. Потому что телефон к нему хрен подключишь. Поэтому придется эту магнитолу продать на барахолке рублей за 200 или за 100. Скорее всего, она рабочая, но уже не актуальная в 2020 году. Были найдены крутые наушники от бренда SteelSeries. Я, кстати, нахожу такие вообще не первый раз. Состояние у них, конечно же, ушатанное в хлам. Но самое главное, что в них есть вот эта штучка, которую я заберу себе. Потому что у меня дома есть точно такие же наушники, но без вот этого подголовника. Потом, как будет время, я соберу из двух наушников один. А этот подголовник поставлю в свои наушники. Ну а эти продам на барахолке потом, рублей за 50. Так-то наушники очень классные, звук в них офигенный. Даже есть микрофон. Но он такой себе. Помимо того, что здесь ушатанные аброшюры, здесь еще оторван штекер микрофона. Так что, ребят, в любом случае, эти наушники себе не буду оставлять. Заберу из них только самое ценное для меня. Это вот эту штуку. Немножко техники Apple. Был найден блок питания для MacBook. Абсолютно целый. Рабочий. Проверил его мультиметром. Блок питания на 45 Вт. MagSafe 2 Power адаптер. Модель А. 1436. В общем, братва, это оригинальный блок питания. Братва, капец, он даже еще в защитных пленках. Я в шоке. Можно сказать, новый блок питания. И вилка здесь американская. Продам этот блок питания на Авито за 1000 рублей. Потому что блоки питания от Apple стоят немаленьких денег. И это еще не все. Нашел черную коробочку от 7-го айфона. И коробку от Apple TV 4K. Положу к себе в коллекцию. Коллекция пополняется. Просто сказка. Был найден неплохой стационарный телефон. Он даже в защитных пленках. Можно сказать, новый. Состояние отличное. Выглядит неплохо. Скорее всего, рабочий. Он, кстати, более-менее современный, потому что здесь сенсорные кнопки. Продам телефон рублей за 200. Был найден офигенный ключ-трещотка от бренда Белтима. Ребят, он полностью рабочий. И очень крутой. Пригодится в гараже. Крутится в обе стороны. Насадки легко снимаются. Офигенный, братва, ключ. Пацаны, завидуете. Нашел в помойке. Абсолютно бесплатно. Такой ключ стоит примерно 1000 рублей. Но обычно такие ключи находятся в наборах. Ключик, конечно же, не буду продавать. А оставлю себе. Ребят, это просто пиздец. Нашел Canon EOS 7D с объективом. И весь этот комплект на Авито стоит примерно 1035. Но, к сожалению, есть небольшая проблема. А это знаете что? А это вот это. Во-первых, отлетело вот это крепление. Ну, короче, площадка здесь была, которая крепилась уже к камере. И плюс вот здесь все разбито. Фотоаппарат, видимо, упал в эту часть. Здесь все погнуто. Все смялось. То есть после падения отлетела площадка от объектива. Объектив отлетел. И разбилась камера. Пипец. Это очень обидно, братва. Батареи, к сожалению, в комплекте нет. Проверить бы его очень хотелось. Это крутая камера. Это не полнокадровая. Но все равно классная. Считается, наполовину профессиональная камера считается. Так, кнопки вроде работают. Но разбит экран. И вот здесь погнуто. По сути, если эта камера работает, несмотря на это все, экран можно заменить. И самому на Алиэкспрессе его купить. А то, что она вот так погнута, да в принципе пофиг. Это не будет влиять на работу. Матрица вроде бы целая. С матрицей все отлично. В общем, ребят, я даже не знаю, продавать мне его или попытаться восстановить. Напишите, пожалуйста, ваши варианты в комментариях. Попытаться восстановить его или продать на запчасти. Потому что эта камера крутая. Если я ее восстановлю, я смогу на эту камеру снимать видосы. Так как эта камера видосы пишет. А вот вам, ребят, для ознакомления Авито с ценниками. Посмотрите, сколько она стоит. Камера крутая, реально. Новая так вообще баснословных денег стоит. Кстати, разбилась она просто потому, что здесь корпус не из магниевого сплава. У профессиональных камер корпусы из магниевого сплава. И после потения они так не разобьются. А эта камера побюджетнее. Вот, кстати, модель. Объектив такой тоже дорого стоит. Но объектив, скорее всего, восстановить не получится. Линзы тут, в принципе, все целые. Но площадка отлетела, которая крепится к камере. И на этой площадке были контакты, которые вот сюда крепятся. Но контактов этих нет. И куда они тут подключались, я не знаю. А, вот, скорее всего, вот сюда. Вот оторванный шлейф. Вот, скорее всего, вот здесь они были. Попытаюсь тоже запчасти поискать на объектив. Посмотрю, сколько они стоят. Напишите, пожалуйста, ваши варианты в комментариях. Стоит восстанавливать эту камеру или продать ее на запчасти. Были найдены суперкрутые колонки от бренда Samsung. Защитные сетки в ужасном состоянии. Я их снял. И вот таким образом они выглядят намного круче без сеток. Колонки, скорее всего, рабочие. Я их еще не успел проверить. Но там, в принципе, ломаться нечему. Динамики протер салфеточкой. Очень чистые и красивые. Да и в целом колонки смотрятся офигенно. Взял вот такие уголки. Сейчас я на эти уголки прикручу эти колонки вот туда. И будет смотреться просто офигенно. Ну, а я вам хочу напомнить о том, что я разыгрываю четвертый iPhone. И для того, чтобы его заполучить, вам нужно всего лишь подписаться на мой аккаунт на Авито. Поставить лайк под это видео. А также прокомментировать это видео и написать все, что угодно. Но самое главное, прикрепить к комментарию свою ссылку на соцсеть, чтобы я мог с вами связаться. Итоги розыгрыша подведем примерно через полторы-две недели. Всем удачи! Когда я нашел вот этот чемоданчик, братва, я просто офигел. Да и вы тоже сейчас просто офигеете. Это супер дорогая находка. Не считая, конечно, того бинокля, который стоит 17 тысяч рублей. Братва. Это квадрокоптер DJI Phantom. Представляете? Пиздец, люди охуели в край, заелись капитально. DJI Phantom 2, ребят. С камерой. В полном комплекте. С пультом. Посмотрите. Здесь даже есть GPS-приемник. Которого изначально в этом квадрокоптере не было. В комплекте с ним даже есть зарядка сразу на три аккумулятора. Пять аккумуляторов. К сожалению, эти аккумуляторы все дохлые. Поэтому в работе я его проверить не могу. Но я подключал этот коптер через приложение и свет выключили. Блин, пиздец. Ну ничего страшного, не зря же придумали фонарик. Посмотрите, братва. Он офигенный. Он просто офигенный. Здесь даже есть чек. О установке этого GPS-приемника. Устанавливали его в сертифицированном центре DJI Phantom. Авторизованный сервисный центр, представляете? И покупали этот Wi-Fi-трансмиссер за 12,5 тысяч рублей. В 2016 году. Капец. Подключал его через приложение. Все работает. Но вот полетать с ним не получится. Потому что аккумулятора нифига не хватает. Как видите, ребят, он включился. Круто, да? И как видите, коптер рабочий. Стабилизация у камеры работает. Офигеть. Братва, это просто сказочная находка. Посмотрел, сколько подобный коптер стоит на Авито. А стоит он примерно 12 тысяч рублей. В комплекте с коптером есть большое количество вертушек. Даже две новые в упаковке. Есть даже автомобильная для него зарядка. И есть запасные резинки, которые одеваются вот сюда. Я даже не знаю. Возможно, я его оставлю себе. Потом докуплю аккумуляторы, потому что эти сдохшие, к сожалению. И буду с высоты птичьего полета снимать помойки. Будет супер топовый контент. Ребят, если хотите, чтобы я его себе оставил, пишите об этом в комментариях. Опа, свет включили. Зейбумба. Ну, а если себе не оставлю, продам его за 10 тысяч рублей. Первый раз в жизни нашел квадрокоптер и сразу DJI Phantom. Делать деньги? Вот так. И, кстати, хочу вам напомнить про канал Antiquart CM. И, кстати, хочу вам напомнить... Блядь. И, кстати, хочу вам напомнить... Блядь. Ебать, ну вы поняли. Ссылки в описании. Ну и еще подпишитесь на канал Фродо и поучаствуйте в розыгрыше на четвертый айфон. Все ссылочки найдете в описании, ребятки. Всем сладкие, спокойной ночи и... Простите за скример. Мау!